Еврокубках завершился отбор, кто вышел в группу. Рассказываю о результатах Лиги Европы. Заря победила в ответной игре Славию 2-1, однако по сумме двух матчей в группу вышла Славия 3-2. Заря и все проигравшие команды этого раунда перемещаются в другой турнир Лига Конференции. Полный состав участников увидим чуть-чуть позже. Аякс проиграл Лудогорцу 0-1. Первый матч позволил голландцам выиграть этого противостояния 4-2. Хекин переиграл Абердин. Итог 5-3. Садик оформил дубль в ответной игре. С учетом квалификации Лиги Чемпионов ганский футболист заколотил в итоге в отборе 8 мячей. Арис разгромил Слован с общим счетом 7-4. Три мяча на счету Гомеса из Сенегала. Бешеный этот клуб Арис. На одной из прошлых стадий он забил БТ 11 голов. Карабах по сумме двух игр прошел Олимпию 3-1. Лугана уступила Юниону 0-3. В ответной игре швейцарцы получили удаление на 90-й минуте. Вышла в группу Лиги Европы еще одна чешская команда. Спарта выиграла у Динамо Загреб 5-4. Шериф выбил из турнира Клаксвик 3-2. Чукарички Олимпиакос 1-6. Зринский Ласк 2-3. Полный состав группового этапа Лиги Европы увидим позже. А сейчас результаты Лиги Конференции. Спартак Тарнава выбил Днепр 1-3-2. Проигравшие команды вылетают из этого турнира и вообще из Еврокубков. Сербский партизан проиграл Норшалану 0-6. Астануила разгромила Хиберниан 8-0. Будю Глимт в дополнительных таймах вырвал путевку в группу Усепси. Табол проиграл Виктории 1-5. Хик выиграл у Фарула 3-2. Астана прошла партизани за счет домашней победы. Итог 2-1. Фенербахче выбил голландский Твенте 6-1. Этот клуб уже второй сезон не может пройти квалификацию. Брейдабрик выиграл у Струги дважды с минимальным счетом. Божикташ победил Динамо Киев 4-2. Ференс Фараж дважды разгромил Жальгерис 7-0. Макаби Тель-Авив после первой игры фактически гарантировал выход. Итог противостояния с целой 5-2. Ферентина выиграла у Репида 2-1. Брюге прошел Ассасуну 4-3. Аинтеракт выбил Левский 3-1. Азэ в серии пенальти победил Бран. Гент дважды был сильнее Апоэла 4-1. Паук Харц 6-1. Гент по пенальти обыграл Адана Демир Спор. Батэ выиграл у Балкан в ответной игре, но уступил по сумме двух матчей 2-4. Лиль едва не вылетел, обыграв Рьеку в Депплинг Таймах 3-2. Легия в серии пенальти выиграла у фаворита сезона Митти Юланда. Переходим к корзинам Лиги Европы. Первая корзина. Вестхэм. Ливерпуль. Рома. Аякс. Вильяреал. Байер. Аталанта. И Рэнджерс. Вторая корзина. Спортинг. Славия. Рен. Олимпиакос. Бетис. Ласк. Марсель. И Карабах. Третья корзина. Мольде. Брайтон. Шериф. Унион. Фрайбрук. Спарта. Макаби. Хайфа. И Штурм. И четвертая корзина. Тулуза. Айк. Бачка. Топола. Сервет. Панатинайкос. Раков. Арис. И Хекен. У которого самый маленький рейтинг в УЕФА. Теперь переходим к корзинам Лиги Конференции. Первая корзина. Айнтракт. Динамо. Загреб. Брюге. Азэ. Гент. Фенербахче. Лиль. И Ференс. Фараш. Вторая корзина. Паок. Слоун. Макаби. Тель-Авив. Виктория. Астонвилла. Лудогорец. Ферентина. И Будюк. Лимт. Третья корзина. Генг. Заря. Астонвилла. Бэшик. Таш. Хик. Легия. Спартак. Тарнава. Олимпия. И четвертая корзина. Зринский. Клаксвик. Абердин. Чукарички. Лугана. Брейдаблик. Норшелан. И Балканы. Таким образом видим, что Клаксвик и Брейдаблик в одну группу не попадут. Жеребьевка пройдет днем 1 сентября. Рекомендую сейчас видео, кто в группе смерти Лиги Чемпионов. Ставьте мощный лайк и до скорого на спортивном.